Сатурн Сегодня мы поговорим с вами об одной из самых прекрасных систем в нашей Солнечной системе, системы Сатурна, его колец и спутников. Сатурн был известен давно. Но это самая дальняя планета, которая видна невооруженным глазом. Видимый блеск, ее колеблется от нулевой до минус второй звездной величины до плюс второй, в зависимости от расстояния. Это хорошо видимое тело на небесном небосводе. Но назван он был в честь бога Сатурна, бога земледелия и плодородия. Впервые его увидел телескоп Галилео Галилеи. В 1610 году он собрал свой первый телескоп, достаточно такой простой, но по тем временам очень продвинутый, который давал увеличение в 30 раз. И в 1610 году он увидел примерно вот, как показывает телескоп времен Галилея. Он не сразу понял, что это такое. По сути дела он увидел просто какой-то круг, диск планетный, а вокруг него еще два маленьких диска. Он решил, что это спутники. Но прошло несколько лет, он посмотрел снова, и на картинке снизу мы видим вот это. Сатурн повернулся к нам ребром, и диск исчез из поля зрения. Христиан Гюгенс в 1655 году сделал уже более совершенный телескоп и увидел, что этот диск вокруг планеты вполне себе существующий. А еще чуть позже Джованни Кассини в этом диске разглядел щель, так называемую щель Кассини или деление Кассини. Вот так Сатурн виден сейчас в лучшие телескопы. То есть это вот такая усредненная картинка в хороший земной телескоп. И вот тут мы видим вот эту щель, вот эту темную линию. Это и есть то самое деление Кассини. Далее, а, также Христиан Гюгенс открыл спутник Титан, и еще несколько спутников, и Кассини открывал спутники. Какой объектив может быть? Ну вот так вот в хороший телескоп, даже с 30-ти кратным, но объектив, допустим, если 50-60 миллиметров и увеличение в 30 крат, это хороший морской бинокль, например. А, например, недорогой бюджетный рефрактор, уже можно вот это увидеть. Ну, то есть вот я имею в виду, что с щелью Кассини диск. А чтобы разглядеть что-то больше, например, систему облаков, облака у него не очень контрастные, поэтому там нужны более серьезные инструменты. Для начала вот примерно краткая характеристика планет, чтобы вы понимали, как выглядят соотношения размера в плане Солнечной системы. Вот это вот Земля, вот это Сатурн. Первым аппаратом космическим, который пролетел мимо Сатурна, был Пионер-11 в 79-м году. Он прошел в 20 тысячах километрах над облачной системой Сатурна, и появились уже первые какие-то данные. Появились данные о том, что у него есть магнитное поле, там плазма какая-то, облачные системы, фотографии. Но на пролетной траектории он много не успел увидеть. Далее были запущены еще два аппарата, Voyager 1 и Voyager 2. Они дали чуть больше информации, потому что Пионер-11 был достаточно таким небольшим аппаратом, весом 200 с чем-то килограмм, и он нес всего лишь порядка 12 килограмм аппаратуры. А вот Voyager 1 и Voyager 2, они уже были аппаратами посерьезнее, почти в два раза больше по весу, и, соответственно, они дали больше информации. Вот, собственно, краткое описание аппаратуры, которая там на них была установлена. Voyager 1 прошел недалеко от Титана. Его траектория была скорректирована таким образом, что он прошел недалеко от Титана, потому что Титан оставался загадкой. Как же он... То есть видно было, что это какой-то оранжевый шарик, а что там не видно. У него очень плотная атмосфера, об этом я скажу позже. И рискнули, пустили Voyager, но Voyager 1 сфотографировал его, а детального изображения все равно не получилось. Из-за этого Voyager 1 не смог попасть к Плутону. Поэтому мы увидели Плутон, уже когда туда отправлен был аппарат «Новые горизонты». «Один плотный мимо пролитка вертой» то есть это не вращение? Нет, эти все аппараты, они все пролетные. Вот кольца, которые сфотографировал Voyager 1, пролетая мимо Сатурна. Вот это фотография Voyager 2. Когда он подлетал к Сатурну, это вот, наверное, самая лучшая фотография из того, что есть, было на тот момент. Значит, пройдемся кратко по характеристикам. Диаметр Сатурна 120 тысяч километров, в 10 раз почти больше, чем Земля. Наклонение орбиты 27 градусов. Чуть больше, чем у Земли, которая по около 24 градусов. Соответственно, там есть смена времен года. Кольца примерно 260 тысяч километров диаметром. Удаленность орбиты. Офелии, перигелии, миллиард триста пятьдесят тысяч, триста пятьдесят миллионов километров. А почему апогей написано? Офелии, да? Ну, ошибка в картинке. Офелии миллиард пятьсот миллионов. Почему так сложно? Можно проще? Конечно, можно. Сатурн состоит на 95% из водорода. Примерно три-четыре процента гелия. Остальное метан там и прочие уже газы. Небольшое силикатное ядро. Соответственно, все тяжелые элементы, вот силикатное ядро состоит из тяжелых элементов, которые были, они все провалились туда. А потом сверху металлические водороды гелий. Металлические они находятся там в условиях, это образуется в условиях гигантских давлений и температур. То есть где-то порядка десятков миллионов атмосфер. И сверху облачная система. Надо заметить, что ни у одного гиганта, включая Сатурна, нет твердой поверхности. То есть у нас какая-то газовая оболочка с облаками, она плавно переходит, растет давление, растет температура. Это какие-то межфазные переходы, состояние. Все это куда-то вглубь, там, жидкость, в околожидкость превращается. И как это выглядит в реальности, то есть это можно строить теорию. Проверить мы это не можем, потому что туда нельзя погрузиться и посмотреть, и подтвердить теории, как это вещество может находиться в физическом состоянии. Вот краткие данные. Тут я хочу обратить внимание на такой момент, что Сатурн по средней плотности ниже воды. Видите подпись, да? Если бросить все планеты в тазик с водой, то он будет плавать. Да, все планеты утонут, а он всплывет, потому что у него средняя плотность ниже плотности воды, он будет плавать. На поверхности Сатурна дуют гигантские ветра скоростью 1800 км в час. Очень холодно. На его орбите, вот в том районе, средняя температура считается минус 180 градусов. После того, как на пролетных траекториях прошли три аппарата, в 80-х годах началась разработка новой программы по изучению Сатурна, которая, в общем-то, дала нам то, что мы сейчас имеем. Это просто колоссальная, колоссальная миссия, миссия Кассини и Гюйгенс. Вот такой аппарат был построен НАСА. Это самая большая межпланетная автоматическая станция за всю историю. Ну, там можно сказать, что наш ФОБОС был больше, но он не выполнил свою задачу и, в общем, ничего не дал. А этот результативный, работоспособный аппарат, который проработал очень долго. А ФОБОС тоже время? Раньше. ФОБОС ответил на Марс. Да, да, да. Аппарат примерно 6 метров высотой, антенна 4 метра диаметром, вес около 6 тонн, из них 320 килограмм. Это специально прикрепленный зон Гюйгенс посадочный модуль, который приземлился впоследствии на Титан. А еще порядка, там, около 3 тонн, это топливо, которое он нес с собой для маневров. Это очень много. И оно ему пригодилось. Основным источником энергии у Кассиния был вот такой вот элемент. Их три штуки было установлено. РИТЕК. Радиозатопный термоэлектрический генератор. Плутоний-238. За счет распада Плутония-238 образуется тепло, и термоэлектрические преобразователи преобразовывают выделяющееся тепло в электроэнергию. Есть еще вариант, чтобы было понятно. Либо делается термопара, допустим, если термопара соединяется, и мы ее нагреваем, то возникает ЭДС. Есть еще, скажем так, для понимания, если мы возьмем солнечную батарею, она у нас направленная на свет, выделяет электроэнергию. И если мы ее покроем каким-нибудь радиоактивным составом, то это будет то же самое, она также будет выделять электроэнергию. Вот в рейтегах используется примерно такой принцип. Всего порядка 12 различных приборов было установлено. И среди прочего я хочу отметить очень хорошую камеру. Есть такая ученая, Каролин Порко, которая отвечала за работоспособность этой камеры, и за передачу снимков, за обработку. И камера эта, она снимала немножко в ультрафиолет, то есть это в видимом диапазоне, я снимала немножко в ультрафиолет, захватывала видимую часть спектра и немножко инфракрасную. И впоследствии мы получили просто потрясающие снимки, которые не были сделаны кем-либо. Не, ну с Марса там хорошие тоже кадры были, но вот таких вот дальних не было. И вот 15 октября 97-го года стартовала ракета Титан-4Б, которая и отправила в космос этот аппарат. путь ему предстоял очень долгий. Четыре гравитационных маневра. То есть запуск, направляется аппарат к Венере и совершает гравитационный маневр. Что такое гравитационный маневр? Это когда аппарат идет на планету, и он за ней, он как бы падает на нее и ускоряется. И когда он мимо пролетает, вот на максимальной скорости планета идет дальше, аппарат немножко подворачивает и уходит. И они расходятся, но аппарат при этом получает импульс небольшой. И у него скорость прибавляется ненамного, но, скажем так, это существенно. Вот если бы он не выполнил все вот гравитационные маневры, мы бы только сейчас начали бы получать научные данные от Сатурна. То есть он бы только-только недавно бы добрался, а он уже отлетал свое. Благодаря этому он сначала к Венере, потом еще раз к Венеру, потом Земля, потом Юпитер и уже потом идет на Сатурн. И 1 июля 2004 года он прибыл к Сатурну. Включил двигатели торможения и вышел на его орбиту. Вот один из снимков. Когда он туда прибыл, в северном полушарии была зима. То есть мы вот не видим вот эту вот часть. Наклон был такой. Поэтому это вот одна из первых ранних фотографий. У Сатурна есть магнитное поле. Оно образуется за счет индукционных токов, которые в металлическом водороде. Гигантские токи образуются. За счет этого появляется магнитное поле. Оно у него уступает только Юпитеру. Ну, Юпитер он больше, но у Юпитера намного сильнее больше. Более магнитное поле у Сатурна оно, скажем так, не пропорционально меньше, чем размер планеты самой. Все спутники находятся, все спутники захватываются в область магнитосферы. Ну, и вот у Сатурна есть такие вот полярные сияния. Причем они у него очень вот такие мощные. Иногда завиваются, вот если присмотреться, не просто круг, а вот как бы изнутри так спиралью идет. Это немножко загадочно, и пока не ясно, почему так получается. также те же самые сияния, в инфракрасной области снято. То есть вот это облачное сияние, вот красным, это в инфракрасных лучах снята облачная система. Так, объем, как получается. То есть видно, что само сияние, оно там, где еще разреженный газ, и светится над всеми облаками. У Сатурна в атмосфере очень много разных вихрей, штормов, ураганов, гроз. Поменьше, конечно, чем у Юпитера, но хочу сказать, что тоже достаточно интересно. Вот первый объект, такой шестигранник, шестигранный вихрь на Северном полюсе. его впервые обнаружил именно Кассини, сфотографировал, и было загадкой, почему он так вот, то есть он снят со всех сторон, он устойчивый, вот хороший. Проводили эксперимент, такой, ну, не научный, скорее всего, просто попробовали, может сделали, но получается, значит, как можно получить такую шестиугольную форму? Вот у нас вращение общее, вот представим, что там, значит, использовали жидкость, да, кажется, подкрашенную даже там, или просто воду, ну, не суть, вот вращается все вот это вот, а внутри еще заворачиваются вихри, вот если вот у нас внизу мелкие вихри, а все это еще вот так вот вращается, получается вот такая вот форма, и как рабочая версия того, что это может быть, что в глубине вот есть вот эти вот вихри, ну, вот это граница верхнего вихря, а внутри вот где-то там еще вот тут вихри вращаются, получается вот эта вот форма, да, кстати, когда вы видите вот такие вот прям красочные фотографии, не нужно прямо обольщаться, это так условно достаточно раскрашено, это неестественные цвета, но они близки, но все-таки это обработка, реальность выглядит несколько более серой, вот тоже хороший кадр, я специально здесь побольше фотографий, потому что вот когда сидишь, отбираешь фотографии для презентации на сайте НАСА, их там полмиллиона, всех вообще вот то, что Кассини передал, и в топе даже, если взять топы, там хочется все взять, все красиво, вот еще, тоже в инфракрасном диапазоне обработка такая, которая показывает объем, что вот есть вот прямо такие выступы, да, облачные, как вот кучевые облака на земле, а вот такой вихрь на южном полюсе, какой-то такой невзрачненький, да, почему на южном нет на полюсе, хорошее, да, хорошее, а молоком служит метан, то есть тут суть в чем, что планета вращается, ветра дуют по вращению планеты, да, дуют они там со скоростью порядка 500 метров в секунду, и вот как будто что-то всплывает, да, вот наверх окраска вот темная там какие-то вот контрастные места это за счет органики, которая образуется в ультрафиорете из метана, азота там и прочих газов, высокомолекулярно-органические соединения, вот они дают вот этот вот 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 сам рисунок вот этот вот на Юпитере их больше и их там там соответственно и картинка там полос больше вот он ближе к солнцу потому что там активнее эти процессы идут а металл он бесцветный и получается что вот вот как будто всплыл да и вот а ветрами потом начал разгонять и вот этот вот вихрь устойчив этот ураган он был там как как было написано змея укусившая себя за хвост потому что по прошествии времени он появился вот здесь вот и соединился он постепенно потом растворился вот это вот обработка это психоделика конечно чисто условно чтобы показать как вот выглядят все эти течения вихревые в атмосфере масштаб примерно ну планета земля бы вместилась то есть вот здесь от нескольких тысяч там больше десяти тысяч километров ширина вихря ну поменьше там если даже мы берем десять десять раз где-то сопоставимо с планетой земля так вот вот еще вот такой вот вих ураган был и у него этот с грозами был он достаточно тоже долго просуществовал и там были хорошие грозы грозы выделяют просто там ну на земле если собрать все грозы столько энергии никогда не выделиться сколько там вот этот снимок переэкспонировали чтобы кольца были видны кольца у сатурна такая как грамм пластинка они состоят в основном изо льда и и если скажем так собрать вот весь материал колец в один комок получится тело там радиусом сто километров может быть больше то есть они настолько тонкие настолько распределены что толщина стал составлять там от 10 метров до 100 метров до километра местами это где как выступы такие получаются диаметр 260 тысяч километров вот так вот кольца сфотографировал Voyager 1 вот так вот они именуются именуются они по порядку a b c d e f e по хронологии открытия сначала кольца a и b вот это деление кассини потом кольцо c потом d и уже впоследствии f e а сейчас про это скажу вот это две картинки то есть вот эта часть вот она здесь продолжить вот то что к сатурну вот тут вот сатурн у нас и соответственно щель энке там бегает один такой маленький спутник пан называется вот он вот это вот 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 эта щель из-за него образовалась вот такие снимки начал получать кассини когда прибыл туда вот это вот такое снято той самой узкой камеры которые я говорил там есть узкоугольная камера снимки делала конечно просто потрясающе вот это вот скажем так с большого расстояния но увеличено ну тут допустим может быть тысяча километров вот масштаб примерно участок сняты они неравномерны то есть там где-то песчинки где-то глыбы где-то там камни и разная плотность у них вот например тонкая есть спутники пастухи которые ходят движутся так вот по краю и выбирают вот это всю пыль и получается как бы подчеркивать вот этот край не дают разлетаться кольцам и за счет этого кольца выглядят более контрастные резче вот спутник он сам размером 26 километров и вот он выбирает вот эту вот область такой пробел сделал примерно 300 километров вот тоже хорошая фотография впечатляет да тень ну вот так представление художников рисует чтобы было понятно пыль камешки вот такую фотографию Кассини сделал однажды когда то есть за солнцем солнечное затмение для Кассини хороший такой кадр сразу показывающий структуру значит тут что мы видим вот соответственно кольца А, Б, С, Д, Е да Ф и кольцо Е вот это вот кольцо Е образовано спутником Энселад А вот вот эта подсветка это кольца отражают на ночную сторону Сатурна отражают солнечный свет вот масштаб 1200 километров и видите горы несутся причем это же все в одном направлении выглядит как автострада представляете вот здесь пыль вот здесь какие-то огромные глыбы то есть вот они тени отбрасывают и это все в одну сторону на одной скорости несется вокруг вокруг Сатурна там я думаю что порядка может 20 километров в секунду где-то так у него вторая космическая 35 где-то а Кассини Кассини заходил где-то со скоростью 17 километров в секунду это вот так в экваториальной да в экваториальной плоскости там и спутники все в этой плоскости ну плюс-минус там есть небольшие отклонения но в целом у него большая хорошая гравитация и он все-все в одну плоскость привел все причесано спутники на данный момент у Сатурна известно 62 спутника самый крупный из них Титан самые мелкие и скажу там сейчас какие-то буквально десятки метров диаметром Кассини из них открыл 6 но заслужит внимания ну буквально несколько спутников можно отдельно рассмотреть вот так вот выглядят их орбиты они все находятся за кольцами там ну пану только но это тоже наружная сторона кольца они все находятся далеко у них у всех большие радиус орбит вот их примерно соотношение по габаритам энцелад очень такой первый такой интересный спутник он весь как будто белоснежный покрытый свеже свежевыпавшим снегом долго не могли понять откуда у него такая поверхность и когда Кассини туда прибыл сначала он снимал вот эти вот так называемые тигровые полосы в южной части ну они по всей планете но по всему спутнику но есть и в южной части их больше такие тектонические подвижки складки тектонические вот такие вот это вот вообще снято когда он пролетал на расстоянии 25 километров от поверхности вот как будто у нас где-то снегами покрытая поверхность вот такое было найдено снеговик ну и однажды делает он вот такую фотографию проходящим свете в инфракрасном обнаруживается что там во-первых и температура выше а во-вторых там что-то в космос уходит Кассини дают команду рассмотреть это получше и поближе и вот он пролетает и делает вот такие кадры это водяные гейзеры которые бьют в космос то есть что происходит у инцелада есть подкорковый океан подледный то есть кара состоит из льда водяного а внутри то есть есть деликатное ядро какое-то и есть протяженный слой жидкой воды которая содержит еще аммиак еще какие-то растворенные газы там органику некоторую но в целом это соли натриевые калиевые прочее из-за тектонических разломов он вращается достаточно близко к Сатурну из-за постоянных приливных сил его как бы разминает и происходит треска цикора и наружу выходит вода жидкая жидкая она еще может быть потому что с высоким содержанием аммиака она может гарантированно оставаться жидкой до таких отрицательных температур как вплоть до минус 90 например то есть вода жидкая но тем не менее она очень холодная и вот когда это все поднимается в космос это все замерзает и оседает снова на поверхность энцелада поэтому он остается белым как будто постоянно идет по сути дела снег и этот же материал это же водяная пыль и кристаллики льда покрывают создают вот это вот кольцо что я вам показывал вода там там все из воды состоит вот сатурн сатурн состоит из водорода и там гелия да а вот эти спутники это все это все вода то есть это замерзшая вода и там в разных комбинациях я еще позже скажу там есть побольше чего-то где-то чего-то поменьше вот вот это вот кольцо это вот распыленное вот эти вот кристаллики льда которые выбрасывают инселад и соответственно из-за того что возникает появилась информация что есть жидкая вода и внутри она может содержаться быть под достаточно в плане постоянного в целом кора стабильна ну сама кора да а вот три трещин через которые вытекает вода она потом замерзает оседает в виде снега того же до обновления какой-то происходит но не настолько глобально чтобы говорить о том что там не постоянная кора кора как бы кора сама постоянная вот вот еще иллюстрация к тому же так вот когда убедились что там действительно есть жидкая вода это было получено с помощью данных от Кассини в том числе радиолокационных что там есть несколько десятков километров жидкой воды возникло предположение что там может быть что жизнь я раз есть жидкая вода раз есть какая-то органика есть какой-то бульон из чего-то там то там может быть жизнь жизнь конечно там если может быть то какая-нибудь очень примитивная микроорганизмы какие-нибудь может быть и то еще может быть пока это все теории ну такое может быть вот кстати фотография энцелад вот он в своем этом облаке до бегает а вот еще сделали вот такую штуку тоже энцелад из тех же фотографии но тут компиляция такая компьютерная компьютерная графика но она дающая по ним понимание вообще правда что происходит вот этот водяной лед когда вот он выходит в космос эти частички они ионизируются и начинает такое создается некое подобие плазмы которая проводит ток и они начинают взаимодействовать с магнитным полем сатурна и там возникает различные вот эффекты связан с тем как вот это то есть некий некий локальные возмущения магнитного поля я пит как будто тот забрызгал далеко достаточно три с половиной миллиона километров от сатурна вращается и у него такая вот есть особенность у него одна сторона очень вот темная он такой как теннисный как теннисный мячик у него получается вот так вот темная сторона вот так вот очень светлая по одной из версий причем у него темная сторона получается вот есть все спутники они синхронизированы они обращены к сатурну одной стороной и получается по отношению к солнцу они когда движутся вокруг сатурна они движутся сначала один полушария вперед все время а другим назад и выходит что одно полушарие служит ведущим а другое ведомым по логике если вот небесное тело вращается да у него получать фронтально он больше больше вероятности столкновений с небесными телами он должно быть больше как бы из как бы сказать из пришли но всякими там кратерами да и прочим а вот у него немножко непонятно у него наоборот и тут высказали такое предположение что однажды однажды так вот получилось может быть в этом еще и виноват спутник который очень близко от него вращается феба что попала какая-то темная органика на одну из сторон и она стала больше нагреваться на солнце а соответственно вот ну вот вот у нас вот здесь вот давый вот лед да он тоже содержит знаете как летают снег тает и он чернеет уже на сначала белый да а он какой-то больше протаивает он начинает вот эта вся вся грязь начинает появляться так вот это вот есть вот это явление а другая страна остается белый и одна сторона больше нагревается на солнце вытаивает органика, она еще лучше нагревается, потому что она еще темнее становится, она больше света солнечного поглощает, еще больше тает. А другая, соответственно, когда вытаивание происходит, может происходить испарение, распределение куда-то, а на белую сторону оседает свежевыпавший снег. И получается, что вот он как-то однажды равновесие нарушилось у него, и у него будет одна сторона продолжать темнеть, другая будет продолжать светлеть. Вот загадочно то, что он светлой стороной по орбите, ну то есть вот в сторону солнца. Ну, вот есть такое. Там речь идет о, ну, скажем так, вот на некоторых спутниках, там обнаружили, ну, например, перепад яркости такой, который говорит о том, что вот слой какой-то вот этой вот органики, грязи, да, темного, он составляет там от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Может быть, до нескольких десятков метров, что в масштабах там, ну, размеров самого тела, это очень мало. То есть тонкий слой, на самом деле. И чтобы там произошло, вот так вот его там перекособочило, из-за того, что он там тут быстрее, тут нет, так не получится. Спутник Диона тоже состоит изо льда, а у нее там кислород есть. Аж целый, один ион кислорода на один сантиметр в кубических. А? Много? Ну, да. Учитывая, вот если взять просто космическое пространство, даже в Солнечной системе, это много. Да, это самое зеленое. А они не зеленые, как это выяснилось? Мы знаем, и идеально, и знаемых массов. По плотности, да, плотность, допустим, есть, чаще всего встречается плотность воды плюс чуть больше воды, что говорит о том, что есть какое-то небольшое силикатное ядро, там элементы какие-то, они все в центре, а все остальное это вода. А откуда они будут подавить? Кометы? Ну, во-первых, то, что воду на землю накидали кометы в последнее время опровергается. была недавно информация, что, в общем-то, нашли подтверждение, что все-таки не кометами накидали воду, вода была. Загадка остается, почему она не испарилась, не улетучилась на самом первом этапе. Опять же, а факт ли, что она улетучилась? То, что там сверху песок, а внутри может просто вечная мерзлота, которая, по сути, из одной воды состоять. Полярные шапки, сколько лет считали, что они из замерзшего углекислого газа состоят. А сейчас все это оказывается водяной лед. Вот такие вот снимки делает узкоугольные камеры Кассини, еще раз. Просто такое ощущение объема, такие снимки сделаны с расстояния порой в сотни тысяч километров. А кажется, что это вот прямо близко, вот там вот Сатурн где-то. Ну, я говорю, там есть видимый диапазон немножко ультрафиолетового, то есть та камера, которая там через фильтры, там через фильтры. И есть режим, когда снимает немного с захватом ультрафиолета, видимый свет и немного с захватом инфракрасного света. Следующий интересный спутник. Самое маленькое тело, которое стало круглым за счет своей гравитации. 400 километров. Но опять же, чистая вода, вот у него самый высокий показатель, самый высокий процент содержания воды, фактически один лед. И вот он как-то удивительно вот такой вот удар пережил. Потому что для масштабов такой кратер весьма приличный. Вот тот самый спутник-пастух. да, 26 километров поперечники. И вот этот поясок у него образовался из-за того, что он в толще колец находится. И у него вот именно по, скажем так, условно, по экватору накидано вещество. Намерз, намерз лед. Такой вот неправильной формы, такой достаточно массивный, там несколько сотен километров, там 200 на 300 километров размером. Весь избитый, исколотый, израненный, неправильной формы. И плотность ниже? Нет, не ниже. Тоже там примерно. Вот Эпиметей и Янус, два спутника, они, чем интересно, долго не могли понять, вроде бы там то ли один спутник, то ли два. Значит, они находятся на расстоянии там 50 километров между собой. Ну, тут разница в радиусе орбиты. Движутся в одном направлении, соответственно, и вот периодически, каждый раз, когда один спутник нагоняет другой, они выравниваются, они переворачиваются и меняются местами. И, допустим, этот переходит на внутреннюю, это на внешнюю орбиту. В следующий раз, когда они снова нагоняют друг друга, снова меняются местами. И долгое время не могли понять, там один спутник или два, поэтому назвали Яну с двулетей. Просто красивое фото. Титан, Рея и Мимас. Отлетав в космосе 20 лет, проработав на орбите, Сатурна 14, 13 лет, 13 лет, миссия Кассиния завершилась. Что, что, что в целом дала миссия? Почти 4000 научных публикаций было пройдено расстояние 8 миллиардов километров, но из них это 3 с лишним миллиарда километров это путь к Сатурну и 3 с половиной миллиарда километров это то, что было пройдено вокруг Сатурна. 2 с половиной миллиона команд было исполнено, 635 гигабайт передано научных данных, 6 открытых лун, 162 сближения с лунами, 27 стран участвовали в научной программе, 294 орбиты вокруг Сатурна в целом пройдено, 453 тысячи изображения, 360 включений двигателей для маневров. 360 раз включался двигатель. Вот такой вот он клубок намотал. Вот так вот еще. Сначала он изначально предполагался для работы всего 4 года с 2004 по 2008 год, но внезапно аппарат оказался живучим и рабочим и миссию сначала продлили до 2010 года, а в 2010 году продлили до 2017 когда уже подходило время окончания работы аппарата, когда узнали, что на инселаде есть жидкая вода и на Титане возможно тоже. Аппарат земной, нестерильный и людям хочется убедиться в том, что когда однажды там будет найдена жизнь, она неземная, что это не мы заразили этой жизнью, что она там была. И вот целью обезопасить спутники от этого заражения был организован грандиозный финал. В чем он заключался? Аппарат выводили на орбиту, у которого Апо-Апс, Апо-Апс, Апс это Сатурн, по аналогии Перигелия Офелия, Перигей Апогей, у Сатурна это будет Апо-Апс, Перри Апс. Апо-Апс находился чуть дальше за орбитой Титана, а Перри Апс находился между кольцами и поверхностью планеты. Вот так. То есть первый виток вот он выводит сюда и 22 витка должно было быть совершено аппаратом, после чего он сгорел в атмосфере Сатурна. Отдельно хочу, знаете, сказать вам такой вот момент, вот задумайтесь, полтора миллиарда километров от планеты, от Земли, да, сигнал идет ну в среднем там 70-80 минут в зависимости от нашего взаимного расположения с Сатурном. И вот сидят инженеры, которые управляют аппаратом, пилоты, да, и вот они там дают команду в определенный момент, это вам не GPS, там нет никакого GPS, есть радиолокатор, есть какое-то позиционирование, непрерывная передача данных, да, там о своем положении аппарата в пространстве относительно, но есть всякие возмущения там и прочее, это все очень сложно вычислять, это нужно непрерывно вычислять, потому что в результате возмущений может что-то сдвинуться и ошибка может быть достаточно серьезной. Вы подумайте, он мимо Анселада пролетел на расстоянии 25 километров, спутник 500 километров диаметром, какие там скорости, какие там орбиты, маленькая ошибка, и он врезался бы в Анселад. И, соответственно, вот инженеры, которые пилотировали это Кассини, вот какая работа проделывалась, она действительно очень серьезная, там масса людей над этим работала, и завести его вот в это пространство между верхней облачной системой и внутренней частью кольца, и завести его так, чтобы он эти 22 витка сделал. Но ты не забывай, компьютер, компьютер там был собран еще в какие годы? Нет, программу можно перезаписать, само-то железо собрано-то в 90-е, оно же разработано еще в 80-е, разработано еще в 80-е, на Voyager, кстати, тоже перезаписывали программу, тоже там делали корректировки, писали новые программы, корректировки, из-за чего он получал более расширенные функции, то есть отправляли его с одним функционалом, а в процессе, вот, например, когда он подлетал к Нептуну, Нептун, вот, чтобы понимать, это в черной комнате нужно черный предмет снять, вот, есть хороший этот фильм документальный, дальше всех называется, вот, там было рассказано про это, что у нее перед ними стояла задача, потому что это мы видим красивую вот эту голубую планету в космосе, а для вот, вот, тупо обычного фотоаппарата это черный предмет в черном темноте, он там не различить ничего, и переписывали программу, у него повысилась чувствительность, он делал более качественные снимки, и вот Кассини начал свой путь, 11 сентября 12.05 по тихоокеанскому времени, он прошел мимо Титана, Титан его немножко гравитационно на него воздействовал, и с того момента начался финальный отсчет, вот это выглядело примерно так, 10.27 вечера по тихоокеанскому времени, вот, АПАПС, позиция, он начинает ускоряться и скоро войдет в атмосферу. Постепенно он приближается, и в этот момент что было сделано, аппарат включили в такой режим, когда обычно как происходит, он набирает какие-то данные, что-то снимает, фотографирует и потом передает, и может передавать часами и дольше, а тут было решено, чтобы поскольку вот-вот-вот он уже там времени потом не будет, он передает эти сигналы, всю телеметрию в режиме реального времени. В 3.30 начинается заход 15 сентября со скоростью 123 тысячи километров в час, он начинает приближаться к атмосфере Сатурна 3.31 двигатели ориентации работают на полную мощность. Он начинает тормозиться об атмосферу и нагреваться. 14.55 по Москве была получена последняя телеметрия от Кассини. Этот сигнал шел от Сатурна 82 минуты. Вот один из последних кадров. Это как раз когда он заходил в северное полушарие сверху. А вот кадр это уже практически входил в атмосферу. Причем это необработанная фотография сайта нас. Скажем так торможение торможение началось из-за того, что он оказался на 300 километров из 22 витков. Это было где-то 21 виток был на 300 километров выше. Примерно речь идет о 1900 километрах над поверхностью то, что мы называем облачной системой Сатурна. И вот он на 300 километров ниже оказался и началось уже торможение. То есть следующий виток он уже не вышел. Следующая часть нашей лекции моя любимая Титана. Вопрос? Самый замечательный спутник в солнечной системе. Первое его отличие у него есть атмосфера. Атмосфера настолько хорошая, что она всего лишь в полтора раза плотнее земной. в полтора раза плотнее земной. А сам Титан достаточно такой по габаритам сопоставим. Он больше Луны, он больше Меркурия. Его даже одно время считали самым большим спутником в солнечной системе, пока не знали какая у него толщина атмосферы. То есть у них разница. Самый большой ганимед сейчас спутник Юпитера, но когда замерили атмосферу, то есть Титан раньше выглядел за счет атмосферы больше. Когда замерили, что у него большая атмосфера, он в реальной поверхности стал меньше и ганимед забрал первенство у него. Он тяжелее Луны. И как я уже говорил, открыл его Христиан Гюгинс. А потом долгое время о нем ничего не знали. Так вот, Жозеп Комас Соло в начале 20 века, посмотрев телескоп на Титан, обнаружил такое явление, то есть затемнение, яркость центральной части диска спутника больше, чем краев, что говорило о поглощении, что у него есть атмосфера. А дальше Джерард Койпер провел спектральный анализ и обнаружил, что атмосфера состоит из азота и спектральные линии метана. Вояджер 1 в 80-м году сделал вот такой вот снимок. Многого он нам не дал. вот размеры сравнительные с Землей и с Луной. Сила тяжести на нем в 7 раз меньше. И долго не могли понять, как выглядит поверхность, что там скрывается за этой атмосферой. Пока туда не прибыл Кассини. Кассини дал очень много информации, вместе с зондом Гюйгенс. Вот это снимок в инфракрасном спектре. Темные области тут чередуются горные области, темные области, и это еще не говорит о том, что это жидкость, но жидкость была обнаружена именно Кассини. Красивые фотографии. Вот так атмосфера тоже выглядит. Тоже было сделал снимок Кассини. Метановые облака. Это тоже инфракрасный снимок. Вот метановые облака на северном полюсе титана. То есть облаков там нет. Атмосфера состоит из азота на 95% немного метана и остается примеси каких-то там других газов. Аргон в частности есть, который говорит о том, что у него присутствует вулканическая деятельность. И что такое, что вот эта атмосфера, почему она непрозрачная? Дело в том, что по действиям ультрафиолета в верхних слоях атмосферы метан, водород, они диссоциируют на ионы, распадаются и начинают взаимодействовать между собой и образуются сложные органические соединения, то есть идет синтез. И сначала образуется, допустим, ацетилен, потом диацетилен, метилоцетилен, потом более сложные бензольные кольца, полибензольные, полиароматические соединения, и это все вместе собирается, 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 и вот эта вся разная органика, она создает вот эту такую как сажеподобную дымку, то есть то, что мы видим, когда у нас заходит солнце, вот этот окрас этот оранжевый, он там присутствует в глобальном масштабе и не дает разглядеть ни поверхность титана, не посмотреть сквозь него что-то, то есть это все вот так вот собирается и оседает на поверхность, собирается, оседает на поверхность, атмосфера у него очень протяженная, она высотой 400 километров, на поверхности в полтора раза плотнее, и за счет вот этой вот толщины, это очень большая толщина, и мы не можем разглядеть, что там происходит. Это органика, она вся собирается, оседает и составляет такой своего рода песок. Вот тут две фотографии наших пустынь, Калахари и дюны на Титане, то есть там есть обширные области, где вот эта вот органика, она как песок ветром поднимается и переметает. Вот радиолокационные снимки северного полушария Титана, где видно уже конкретно, что вот это вот океаны жидкости, то есть вот море Кракена, море Легеи и вот это вот море Кракена по размеру примерно как Каспийское море на земле. Состоят они из жидкого метана, то есть метан конденсируется в атмосфере, выпадает в виде дождей, но дожди идут очень редко, это не факт, что как в нашем понимании того, как выглядит вот такой климат. Климат там действительно живой, там очень активная атмосфера, но не настолько, чтобы то есть смотрите у Титана, он же движется вокруг Солнца вместе с Сатурном и находится в плоскости его в экваториальной плоскости и времена года на нем меняются точно так же как на Сатурне. Соответственно из 30 лет обращения Сатурна вокруг Солнца по 7,5 лет на каждый сезон. И вот пока Кассиний там находился, у него получилось, что Северное полушарие прошло смену зимы на лето и была замечена какая-то активность. Может там, например, сейчас в данный момент вообще шторма бушует в Северном полушарии. Мы не знаем этого и слишком малый промежуток времени велись наблюдения. И вот 14 января 5 года посадка зонда Гюнгенс на Титан. Это вот очень важный момент. Отправлен он был 25 декабря 2004 года. По 4 недели двигался к нему. У него не было никаких двигателей корректировки. Тоже, кстати, к вопросу о точности. Просто отпускается аппарат на пружинах. Его немножко еще завернул. Так было сработано, чтобы он получил вращение для стабилизации и направился к Титану. У него не было как бы права на ошибку. и попал, удачно приземлился. Вот примерно так. То есть вот этот защитный кожух, которым он заходил в атмосферу, он сбрасывался и диаметр парашюта вот этого, на котором он сел, 3 метра всего, 320 килограмм. Представляете, какая? То есть сила тяжести, плотность атмосферы вкупы дают такой эффект. на земле с 3-х метровым парашютом 300-килограммовый аппарат запустить. А там он сел достаточно плавно. Спускался 2,5 часа. Причем ученые, которые его собирали, разрабатывали, инженеры, они ждали полтора часа посадки. И там даже вышел такой момент, что они рассчитали время и ждали уже, когда ну вот должен быть сигнал от него, что случилось. а сигнал вроде как получен был в австралийской обсерватории радиотелескопом, что вроде он как передал сигнал, что-то там работает. А они не могут дождаться, когда он начнет передавать данные, что он там снимал. И вот он на час позже начал это все передавать. К сожалению, у него было два канала связи, по которым фотографии, сделал порядка 700 снимков, передавались по двум радиоканалам. Из-за ошибки в программе один канал не сработал и половина фотографий была утеряна. Поэтому у нас есть несколько сот вот таких фотографий и одна вот такая. то есть это обточенные булыжники как будто водой. Как будто река текла, она пересохла и отосталась дно вот из таких камней. Он включил прожектор, подсветил себе и сделал кадр. Да, вот из-за этих вот талинов, из-за этой органики, условно говоря, сажи, которая в небе висит, дает вот этот эффект оранжевый оттенок. Это он спускался, вот 5 километров высота, там он просто непрерывно вел съемку, ее потом скомпилировали и получилось, то есть приближаются горы, видно, что прям структура такая похожая на земную и потом он садится и есть кадр, где парашют падает. Да, 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 да. Потому что слишком слабый, он слишком слабый для того, чтобы сразу напрямую на землю передавать. Вот компоновка из кадров, где вот видно, что тут как русло, русло рек, из трех кадров. Вот собственно само происхождение органики Толин выглядит вот так. На каждой высоте это все десятки километров. Все ниже, ниже и уже вниз выпадает. чем это ценно? Это органика, которая собственно предвосхищает зарождение жизни. То есть вот из этого потом при определенных условиях уже зарождается жизнь. И собственно интересно это тем, что почему интереснее изучать Титан и Инселад, что мы можем увидеть, как это все происходит и узнать, как это было на земле. Да, из-за низких температур мы не увидим дальнейший процесс, потому что дальше это все замерзло и все, как бы уже процессы не пойдут. А вот самые первоначальные, которые зависят от ультрафиолета и наличия соответствующих веществ, это все как бы вот так вот рисуют художники, но это фантазия. Так это выглядеть не может. Сатурн там, тем более с поверхности титана ничего не будет видно. Освещенность там в 700 раз меньше, чем на земле. Чуть светлее, чем сейчас за окном, то есть сумерки. Ну, днем, ночью, соответственно, там, да, ну, посветлее, скажем так. Вот примерно, как знаете, вот дороги подсвечат эти натриевыми лампами трассы. Примерно так. на том расстоянии, Сатурн находится, там тела принимают в 100 раз меньше, в 10 раз дальше, в 100 раз меньше, соответственно, солнечной энергии. А, и за счет вот этой атмосферы плотной, с этой органикой, сама поверхность титана получает в 700 раз меньше. но это нас не пугает. Вот это больше похоже на правду. Это нас не пугает, и тут я хочу рассказать о том, что Титан, он интересен с точки зрения колонизации, исследования, посещения его людьми. Почему? Во-первых, там можно находиться без скафандра. Как вы знаете, скафандр нужен везде. В космосе, на Марсе. И чем неудобен скафандр? Скафандр это шлюзование. То есть это такое как бы приспособление, которое поддержит давление внутри, и его нельзя просто так взять, надеть и пойти работать. Если посмотреть, как работает на МКС, нам нужно выровнять давление. Мы потихоньку сбрасываем внешнее, поднимаем внутреннее. Так же как аквалангисты, они не могут резко подняться наверх. Если он долгое время плавал, азот растворенный в крови вскипает, и это много неприятностей доставляет человеку. Поэтому нужно проходить сначала в одну сторону, а потом в другую сторону. То есть поднимать внешнее давление, сбрасывать давление в скафандре, и только потом открывать люк. Это составляет неудобства, плюс скафандры достаточно сложные устройства технологические. А вот для титана достаточно будет термокостюма. То есть современные материалы позволяют нам создать одежду для нахождения на титане такую, которая позволит там работать. И она будет проще, скафандр. И об этом упоминала есть такая женщина-ученая Аманда Хендрикс, и она написала книгу «За пределами земли», где собственно вот это все описывает. И в ее статьях очень много упоминается о том, что преимущество колонизации Титана, что легче находиться там, несмотря на холод. Есть материалы, которые позволят нам защититься от этого холода, герметичные, но они все равно будут проще. Это плюс внутренний подогрев, плюс нам нужны баллоны с воздухом и маска, чтобы дышать. И все это внутри некого костюма. Поэтому несмотря на такую низкую температуру, минус 180 градусов, мы все-таки можем это преодолеть. Это один момент. Второй. там много не атмосферы есть там там в смысле что-то холодное или да, полтора атмосферы это комфортное нахождение. Нам не нужна дополнительная защита от перепадов давления и прочего. Соответственно нам не надо в помещениях создавать какое-то отдельное давление. Это один момент. Второй. Система Сатурна она в целом интересна с точки зрения научных исследований, потому что там такие процессы идут, включая газового гиганта самого и заканчивая спутниками, у которых могут быть вот эти процессы связанные с неземной жизнью. Их исследовать намного больше научных данных можно получить, чем с того же Марса. Потом там есть практически все. То есть вода, скальные породы, сама кора это вода замерзшая, метан, еще какие-то соединения. Проблема другая. Нет тяжелых элементов, металлов, например. Мы не найдем на Титане, например, алюминий, который бы при низких температурах нам бы сталь там не поможет, она уже как стекло работает. А вот алюминий вполне был бы там другие сплавы тоже. Но зато есть вот эта органика, из которой можно делать полимерные материалы. Плюс низкая сила тяжести, низкая сила тяжести. Можно делать какие-то легкие надувные конструкции. Наша задача теплоизоляция, а не там давление. Соответственно, нам не надо строить герметичные помещения, которые бы выдерживали давление. Это могут быть надувные, это могут быть из пластика, с криогелием обложены. Это все легкое, это все легко доставлять. Следующий момент. Передвигаться по Титану. Там можно летать. Разрабатывают в НАСА, там показывали проекты, где просто крылолеты. Человек собственной мускульной силой может летать. Вы, например, на Титане, если вы прыгнете с большой высоты, вы не разобьетесь. Атмосфера настолько вязкая, плотность воздуха азота порядка пяти килограмм на кубический метр. У нас килограмм с небольшим на кубический метр, килограмм и четырнадцать, по-моему, а там около пяти килограмм. И представляете, это вязкая атмосфера, которая создает сопротивление, плюс низкая сила тяжести в семь раз меньше. И вы когда будете падать, вот это само сопротивление воздуха вкупы с малой силой тяжести, не даст вам разогнаться до таких скоростей, чтобы нанести себе вред. По метановым морям можно плавать. Плотность жидкого метана 415 килограмм на кубический метр мало, но вполне достаточно для того, чтобы создать аппарат. И дело в том, что NASA разрабатывает такие вещи. Вот миссия Titan Saturn System миссия под вопросом. Дело в том, что она конкурирует с еще одной миссией полета к какому-то астероиду вроде бы. И вполне возможно, что выиграет астероид, и от этой миссии откажется. Он состоит из трех частей. Воздушный шар с ретегом, орбитальный аппарат и такой плавательный модуль. Вот этот воздушный шар рассчитан на работу в течение нескольких месяцев, по-моему. То есть летать, летать вот просто представьте подъемной силы какая там получается. Если мы подогреем воздушный шар, как мы подогреваем на земле, разница температур больше получается, подъемная сила еще больше. Если использовать определенные источники энергии, то это становится прямо я бы не сказал, что это фантастика. Понимаете, туда достаточно притащить ядерную установку вначале. Вот первый источник энергии ядерная установка. А потом что мы можем делать? У нас есть да, мы можем гидроэлектростанцию развернуть. У нас есть воздух, который ветра там дует не слишком сильный, но они дуют. 4-5 метров в секунду их скорость это в эквиваленте за счет плотности воздуха будет посильнее эффект. Соответственно можем ветроэлектростанцию поставить. Потом можно использовать, ну это уже там надо исследовать, там кривовулканы, да, и где в регионах, где присутствует кривовулканизм, там происходит там извержения какие-то, то есть жидкая вода вытекает на поверхность, которая потом замерзает. Можно использовать и эту энергию, то есть есть больше возможностей. На Титан легко садиться в связи с тем, что я рассказал. Спуск сам с орбиты на поверхность Титана будет в разы проще. Нам не нужны сложные посадочные системы с кучей многокупольных парашютов и прочего. Затормозить такой атмосфере и сесть намного легче. Если там темного, то есть люди начинают постоянно жить? Ну, как постоянно в темноте? Но я бы не назвал то, что там есть, это уже темнотой. Во-вторых, при его периоде обращения вокруг Сатурна 16 суток, там получается так, что в зависимости опять же от положения, если мы находимся на ночной стороне, ну, обращенной к Сатурну стороне, то у нас пока он идет за Сатурном, у него обращена к Солнцу сторона, а потом поворачивается к Сатурну, Сатурн тоже дает какой-то свет, он ведь большой, я не скажу, конечно, что, какое сравнение с лунным, но это будет, то есть полной темноты не должно быть, плюс та же Аманда Хендрикс, она, я не знаю, конечно, я скептически сам к этому отношусь, она рассматривает даже возможность использования солнечных батарей, потому что даже, даже типа 700 раз меньше солнечного света, но вот сейчас уже такие прямо технологии солнечной батареи, что можно, можно использовать солнечные батареи. Да, это буквально вот та статья, сейчас, сейчас вспомню, 16-м, по-моему, годом датирована, где она расписывает про подводные лодки, это, это конкретно, это я говорю про научную публикацию, книга написана позже, там, там тоже такой, такой полет фантазии некоторые есть, но это, это реально, и, знаете, еще такой момент, если вот резюмировать все вот это вот вместе, пока мы так передвигаемся по космическому пространству, как мы передвигаемся, нам ни о каких вообще колонизациях, там, ни Марса, ни, человек на данный момент, вот, вот МКС 400 километров над землей, вот это вот максимум, и идут рассуждения о том, чтобы какой-то модуль, там, банку, я не знаю, отправить к Луне, чтобы облететь, это и то целая проблема, там, программа, там, через 10 лет полетит, там, через 20 лет полетит, потому что заявленные сроки, они, как правило, все равно раньше летят, по факту позже, и пока мы летаем на химических двигателях, вот этим дедовским способом, конечно, ни о каком развитии, это вот, как на парусниках, вот представляете, у нас бы нынешняя экономика, мировая бы, работала в условиях существования парусных кораблей, ну, как бы, пока, пока, вот я тут примерно прикидывал, если вот брать, даже так вот условно, да, в грубом приближении, вот, есть, допустим, сухогрузы, какие-то, перемещения по планете, вот мы, например, по планете перемещаемся, за сколько мы можем облететь ее на самолете, за почти двое суток, да, суммарно, вот самолет летит, вокруг земного шара, он может за двое суток облететь, все, в масштабах, то есть мы должны за двое суток, примерно, допустим, добраться до, до того места, где нам надо, ну, хорошо, самолет это высокотехнологичное, скажем так, сухогруз какой-нибудь океанский, да, который везет товары, там, контейнерами груженный, там, он месяц, два, три, там, да, там, пока из одного порта выйдет, пока в другой, вот нам нужно руководствоваться, вот как, когда у нас будут скорости передвижения по солнечной системе такие, что вот это будет как-то сезаемо, и вот, вот тогда можно будет говорить о колонизации, а так это только вот попробовать, зацепиться, посадить какую-то баночку, чтобы там датчик какой-то что-то посмотрел, на титане нет радиации, а такая атмосфера не оставляет никаких шансов, ничего не пробьется через это, даже жесткое гамма-излучение, есть в недрах практически все такие подобные тела, они изнутри подогреваются продуктами радиозатопного распада, из-за этого, кстати, может и существовать, собственно, жидкая вода, именно из-за того, что, вот, именно у титана, из-за того, что там есть подогрев за счет радиоактивности. Ну тут, как еще говорят, в отношении титан, в отношении земли, не знаю, но таких тел, как титан, они же небольшие, да, и мы примерно понимаем, что там, ну, больше ни за счет чего он не может нагреваться, нет у него раскаленных, раскаленного железного ядра, которое там за счет сжатия, да, допустим, земля, она до сих пор еще остается горячей, за счет энергии, которая еще с тех времен осталась. Вот тут посмотреть, какая доля тепла вот эта, вот из этого, какая из этого, тут сложнее. А там однозначно ясно, там все холодное, ледяное, тело маленькое, оно должно было давно замерзнуть, оно не замерзло. Какая еще может быть энергия? Только радиоактивное распада, но еще приливной, да, может быть приливной, но это опять же работает, на каких масштабах? Вот Инцелад близко находится к Сатурну, там это работает, Титан-то находится далеко, он миллион двести тысяч километров от Сатурна находится, я бы уже там приливные силы бы не считал бы так. Еще одна миссия, вот, кстати, насчет по поводу летать, октокоптер Dragonfly, тоже, но это еще более, то хотя бы поближе, это еще дальше. И вот та самая книга, про которую я говорил, советую прочитать. На этом у меня сегодня все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.